Пожар на улице Привокзальной в Тутаеве случился в начале первого ночи. Вот в этом доме номер 16 в момент взгорания находилась женщина и трое ее детей. Глава семейства в это время находился на работе. С детьми была только мать. Первым из горящей постройки удалось выбраться их старшему сыну. Он бросился за помощью к соседям. Испуганные жильцы сразу вызвали пожарных и поспешили на помощь. Пытались потушить дом ведрами, однако сильный ветер способствовал распространению пламени. Сосед Александр Попырин вытащил девочку. Он из окна прямо нащупал ее. Мать сказала, что она где-то лежит в этом месте. Он ее нащупал, вытащил. На руках у матери она лежала. И скорая приехала быстро. Их увезли. Деревянный дом в считанные секунды оказался во власти огня. Внутри находился еще один ребенок. Восьмилетнего мальчика спасти, увы, не удалось. Сегодня о погибшем соседе вспоминает с теплотой в глазах. Людям мальчик запомнился очень добрым и отзывчивым. Какой жизнерадостный. Ни одного черного цвета нигде не вижу. Все такое вот оптимистичное. Это слепил Артем. Трехлетнюю сестру Артема увезли в Тутаевскую больницу. У девочки обожжено более 50% кожи. Состояние ее здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое. Сейчас малышка находится в реанимации. Врачи настроены оптимистично, но прогнозов не дают. Имеется, скорее всего, ожог дыхательных путей. Обычно это бывает после пожара. Площадь ожога дыхательных путей сейчас отдиагностировать очень сложно. Был вызов вчера бригады санавиации. Они приезжали, посмотрели, дали свои все рекомендации по лечению. К сожалению, девочка на момент их осмотра была нетранспортабельна. По факту случившегося, следственный комитет проводит проверку. Уже сейчас называется «вероятная причина возгорания». Трагедия в Тутаевскую семью пришла из-за неисправной бытовой техники. Установлена первая запаха дыма, проснулась женщина. Она вышла на кухню, и в этот момент огонь отрезал ее от спальни, где и находились дети. По имеющейся у следствия информации, предварительной причиной пожара явился аварийный режим работы электроприборов, повлекшего сгорание холодильника. Проверка по данному факту продлится от трех до десяти дней. Трехлетнюю девочку в ближайшее время должны перевезти в ожоговый центр Ярославля. Георгий Колчин, Елена Масалова. День в событиях.